Ну что же, приветствую всех братья. Еще один поединок, в принципе, для вас разобрал. Много, конечно, неясностей с некоторых поединков, но давайте начинать. Но перед началом данного ролика, кто не подписан, подписывайтесь. Луис Молко против Винца Моралеса. Луис Молко, 23 боя, 16 побед, 7 нокаутом, 7 сабмом, 2 решением, 7 поражений, 4 решением, 3 сабмом. Его база, это, конечно же, там, где он хорош, это грэплинг. Он себя там чувствует, как рыба в воде, но и, в принципе, и в стойке довольно неплохо себя чувствует. Можно сказать, что Луис Молко такой, ну, довольно разносторонний боец. Вот что хочется отмечать. Что же касательно его оппонента Винца Моралеса, 14 боев, 9 побед, 4 нокаутом, 3 решением, 2 сабмом, 5 поражений, 1 нокаутом, 2 решением и 2 сабмишинами. Знаете, вот единственный аспект. Винца Моралес абсолютно уступает в партере Луис Молко. Коэффициенты приблизительно равные. Смолко, ну, вообще, там, незначительный фаворит, я смотрел на конторах. Но я скажу, что козырей для победы у Смолки гораздо больше. И учитывая то, что действительно, ну, я считаю, что сейчас он находится на неплохих оборотах. Вот. И как бы в данном противостоянии, ну, Винца Моралеса, я вообще, ну, не то чтобы не вижу, что у него здесь нет шансов. Нет, шансы, конечно, есть. Но шансов на победу у Луис Молки, это за счет его арсенала и разносторонностей. И плюс то, что в партере, мне кажется, он гораздо лучше будет Винца Моралеса. Я считаю, что он, ну, как по моему мнению, в любом случае должен забирать это противостояние. А учитывая то, что, мне кажется, вполне можно здесь от Луис Молки ожидать и финиш над Винцем Моралесом, да. Потому что практически все победы у Смолки, они заканчиваются либо нокаутами, либо сабмишинами. И, скорее всего, это тоже как неплохой вариант, но уже для риск каких-то экспрессов. Но моя, наверное, основная ставка будет, да, я склонюсь, что чистая победа с Луис Молки здесь смотрится гораздо интереснее и получше, нежели там рисковать Винцем Моралеса, да. Ну что ж, это было мое мнение по данному противостоянию. Вы делитесь своим мнением. А у меня на этом все. До новых встреч, до новых прогнозов.